Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о любви. Это долгожданная, желанная, радостная тема. Но иногда, когда человек чувствует, что у него нет любви, или его не любят, ему очень плохо. Или ему кажется, что его не любят. А это очень часто бывает. Давайте мы посмотрим, что же происходит с любовью после свадьбы. Что происходит? Многие говорят, любовь ушла, всё, её нет. Давайте мы расходимся, мы какие-то создаём другие семьи, другие очаги. Неужели любовь ушла? Может быть, люди просто не понимают, любят, но не понимают другого человека. Потребность в любви – это как острая нужда. Это основная эмоциональная потребность человека. То есть человек хочет, чтобы его любили, и он хочет любить. Это естественно, это потребность, которую должны удовлетворять. Но самое главное, чтобы это удовлетворение пришло в тот честный союз, где в семье двое дарят друг другу любовь. Вот получается у нас иногда такой парадокс. Муж говорит, я так люблю свою жену, но я её не понимаю. Она меня не любит. Или наоборот, жена говорит. Я люблю, мы по любви поженились, всё хорошо, прекрасный союз. Но в некоторых вещах я не понимаю своего мужа, и он меня не понимает. В чём дело? Что случилось? Они же любили, они говорили о любви друг к другу, что они любят. Вот это одно слово, я тебя люблю, вроде бы окрашивает всю жизнь человека в определённый цвет радости. Его любят. А потом приходит непонимание. Меня не любят. Куда ушла любовь? Если мы нуждаемся, чтобы нас любили, и хотим подарить любовь другому человеку, мы сегодня должны в течение буквально нескольких минут выучить пять языков любви. Это иностранные иногда языки для вас будут. Вы знаете какой-то один, а их ещё есть четыре. А нам для того, чтобы дарить людям или своим супругам, в семье, детям свою любовь, нужно знать все пять языков. И давайте посмотрим, какие же языки необходимо нам знать. Первый язык любви – это слова поощрения. Я хочу рассказать вам один случай, который был со мною в далёком городе. Я там читала семинары, разговаривала с людьми. И после семинара ко мне подошёл один мужчина и сказал, «Мы в браке с моей женой 30 лет. И счастливый брак, мы понимаем, вроде всё хорошо, но моя жена немножко странный человек. Я 30 лет это терплю, но я бы хотела, чтобы вы ей помогли». Хорошо, давайте поговорим. Я говорю, вы мне расскажите, в чём дело. И он рассказывает. Вот я вам просто приведу пример, что случилось сегодня во время обеда. И вы меня поймёте. Поговорите с моей женой, чтобы она так не делала. Ну, давай посмотрим. И он рассказывает мне, вот сегодня я пришёл пообедать домой. Жена приготовила обед. У нас кухня отдельная, такая симпатичная кухня. Я сел за стол, она мне налила борщ, и я начал её есть. И слышу, что жена не ушла. Она стоит за мной и вроде бы ждёт чего-то. Думаю, чем-то она занята. И у неё каждый обед это в течение 30 лет. Я уже не могу, это меня начинает раздражать. Она сзади находится за мной. Я оглянулся, стоит. Я немножечко, у меня такое раздражение. Я эту тарелку отодвинул, взял второе. И начинаю есть второе. Посмотрел, стоит. И я оборачиваюсь к ней и говорю, «Ну, чего ты стоишь над душой? Дай мне поесть спокойно». И я увидела всю ситуацию, которая раздалась, разразилась гроза в этом доме из-за одного маленького слова, которое жена хотела услышать от своего мужа. И она, очевидно, 30 лет ожидает этого слова и никак не дождётся. Я его спрашиваю, «А вы никак не догадываетесь, зачем жена стоит за вами сзади, когда вы обедаете?» «Вот не знаю», – говорит, «Ну, дала мне обед, так иди, себе занимайся своими делами». Меня раздражает то, что она стоит сзади. Наверное, вы догадались. Чего ожидала жена, которая стояла сзади во время этого обеда? Конечно же, она ожидала слов поощрения, благодарности. Она ожидала слова от своего мужа. «Как тебе понравился борщ?» Многие женщины просто подходят во время обеда к мужу и спрашивают, «Ну, как?» И вот мужчина, который не знает языка слов поощрения, может ответить, «Ну, ничего, есть можно, а во время войны ещё и не то ели». Человек не услышал в ответ то, чего ожидал. Эта женщина имеет язык любви поощрения. Она ожидает этого. Но муж её, этого иностранного языка, не знает. У него какой-то другой язык. Но вот чтобы сказать спасибо, поощрить свою хозяйку или жену, у него такого нет. И поэтому, не зная языка любви своей жены, он огорчал её в течение 30 лет. Вы представляете, какие обстоятельства складывались в этой семье? Я ещё удивилась, что он всё время грозился, что разведётся с ней, а она грозилась, что разведётся с ним. Почему? Они разговаривали на разных языках. И все русские и понимают язык, и видят друг друга, а разговаривают на разных языках любви. Итак, первый язык любви – это поощрение. В нём больше нуждаются женщины. В нём нуждаются дети. Когда они маленькие и начинают расти, особенно дорастая до 10-12 лет, они должны слышать от мамы или папы слова поощрения. Ты молодец, ты правильно делаешь. Если женщина любит, она любит ушами, мы знаем это. Почему она любит ушами? Она хочет услышать этот язык, она его понимает. И если мужчина изучает этот язык и начинает говорить на нём, женщина понимает, что её любят. Какие же ещё языки есть? Второй язык – это уделённое время. Время – это очень важный язык. Многие супруги или даже люди, они больше понимают язык времени, чем язык поощрения. Им они говорят так. Ты мне говори, говори, это хорошо, говори, но ты посиди со мной. Когда мы поженились со своим мужем, у него была такая всегда привычка, когда он что-то делал, и он сам справлялся со своей работой, он прекрасным плотником был, он мог сделать любую мебель, какую задумает. И вот когда он это делает, и он иногда зовёт меня к себе туда, в мастерскую, или где он там что-то делает, и говорит мне, ты вот подержи вот это, постой, я сейчас буду это делать, ты постой рядом. И я стою, что-нибудь там подержу ему, которое я вижу, что совершенно не нужно ему, чтобы я это держала, но ему надо было, чтобы я была рядом. И я понимала, что этот мужчина нуждается в том, чтобы я уделила ему время сейчас. Вот когда он остро нуждается в этом, это надо сделать. Это его язык любви. Он понимает, что я его люблю в том случае, если я оставлю все свои дела, и эти несколько минут побуду с ним. Когда вас просит жена или муж, посиди со мной, ну побудь рядом, а у вас нет времени, и вы говорите, да что там время тратить, что тут сидеть? И вы уходите по своим делам. Вы не понимаете языка любви своего друга жизни. Посидите, это его язык любви. Говорите, учитесь говорить на нём. Если у вас какой-то другой язык, например, эти же слова поощрения, то вы можете не понимать, что же тут хорошего, сиди 10 минут, потерял времени. Это не потерянное время. Это время – это язык любви ваших близких. Очень нуждаются в этом языке любви дети. И они, обделённые этим дефицитом, уделённого для них времени, они страдают, потому что они хотят почувствовать, что их любят, а они не чувствуют этой любви. Однажды в саду мальчик гулял утром уже после сна. Папа, уходя на работу, принёс ему мяч, очередной подарок. И он даёт ему мяч и говорит, «Сын, я тебя люблю». Даёт ему этот мяч, а мальчик опустил голову, постоял, не отвечая ничего папе. Потом с силой ударил по этому мячу, и он улетел далеко. Папа был удивлён. «Что такое? Что случилось?» А он говорит таким сердитым голосом, «Лучше бы ты поиграл со мной, чем ты каждый день даришь мне подарки». И так мальчик имел другой язык любви. Он хотел, чтобы папа уделил ему время, а не бесконечные подарки. Подумайте, пожалуйста, может быть, и вы говорите на языке другом и дарите подарки, но ваши дети понимают язык любви времени. Уделите это время вашим людям, которым вы хотите объясниться в любви. Давайте посмотрим третий язык. Именно подарки. Оказывается, таким языком тоже владеют люди, которые любят и которые хотят, чтобы их любили. Многие говорят, «Ну что ты говоришь, говоришь, спасибо, спасибо». Они ожидают свидетельства этого. И подарки, в частности, очень хорошо выражают язык любви детей. Многие дети, если нет другого языка любви, они воспринимают подарки. И ожидают, и говорят вам, «Добрый день» или «Спасибо тебе большое». А дети говорят, «А где это спасибо?» Оно должно быть видимым и каким-то предметом. Этот ребенок обладает языком любви подарки. То есть они хотят знак внимания, который можно было бы ощутить. Многие люди обладают этим языком любви. Один человек, я слышала такой разговор, один человек очень благодарит, «Большое вам спасибо!» И еще раз «Большое вам спасибо!» Второй ему отвечает, «Зачем мне это большое спасибо? Ты мне дай маленький подарочек». То есть вот эта ситуация показала, у этого человека язык любви другой. Если я обладаю языком любви слов поощрения, для меня выражение любви от кого-то будет вот в этих словах «Большое спасибо!» «И я удовлетворен!» Я понял этот язык любви. Но если у человека язык любви другой, подарки, то он не будет спокоен до тех пор, пока он не увидит это выражение этой любви. У него такой язык любви. И нельзя пренебрегать этим. Однажды, когда уже был этот семинар проведен, ко мне подошел молодой человек и говорит, «А вы знаете, у меня есть девушка, я с ней дружу уже около двух лет, и мы как-то прочитали семинары о пяти языках любви. И девушка мне заявляет, «А ты знаешь, а у меня язык любви – подарки!» Этот парень растерялся, а потом говорит, «И что, я теперь...» Да, она говорит, «Теперь ты должен разговаривать со мной на этом языке». Ну и вот он теперь растерялся так, что он не знал, какие подарки. Когда он принесет ей какой-то маленький знак внимания, она говорит, «Это разве подарок?» Она ожидала от него какие-то мобильные телефоны, какие-то там еще подарки дорогие. И выражает это, используя тему услышанную. «Услышанную пять языков любви». Вот ей понравился этот язык любви, и она решила ему предъявить такую претензию. «Любишь меня? Дари подарки!» Так вот я хочу предупредить, что языки любви – это, конечно, потребность всех людей и до брака, и в браке. Но когда девушка заявляет о том, что у нее язык любви – подарки парню, это уже не язык, это эгоизм. Потому что язык любви в основном должен проявляться, если эта пара готовится к свадьбе после свадьбы. Там изучают супруги язык любви. И когда они любят друг друга, они не будут требовать подарки, они будут просто знать, что их любят. И когда мужчина замечает, что женщина сияет, когда вы подарили какую-то маленькую открыточку или один цветок, и она сияет от того, что она держит в руках знак вашей любви, вы расшифровываете ее язык. Она говорит языком подарков. И для нее это важно. Женщины больше используют этот язык любви. Но, наверное, надо умерить свои аппетиты, потому что есть еще прекрасные языки. Давайте посмотрим. Четвертый язык любви – помощь. Помощь, поддержка, забота, плечо друга – это помощь по хозяйству, возможно, готовность сделать что-то для другого. Это тот язык любви, который ожидают люди. Помощь – это то, что я хочу сделать, и я готов для тебя уделить свое время, внимание, стилу какую-то, подставить свое плечо. В этом языке любви очень нуждается дружба. Не так в подарках дружба нуждается, в этом языке любви, как в помощи. Это тот разговор, на котором разговаривают друзья. И мы знаем, что друзья – это такой союз, когда люди не сомневаются. Среди ночи я позвоню своему другу и скажу, мне нужна твоя помощь. И друг даже не будет спрашивать, в чем, что случилось. Он будет делать то, что необходимо для нас. Это язык дружбы и любви. Он очень распространен. На нем много людей разговаривают. Язык помощи, язык любви. Когда-то я прилетела в Лондон, и в аэропорту меня встретил мой знакомый, хороший друг, и должен был везти, это было два часа ночи, везти меня к себе домой. И он так был рад, что мы встретились. Он снял пиджак, сложил его и бросил в багажник, и захлопнул багажник. Потом, когда он сел за руль, оказалось, что ключ от машины находится там в кармане. И мы не можем завести машину, а багажник плотно закрыт. Что делать? Хорошо, что у него в машине оказалась мобилка. И он звонит своему другу в два часа ночи. Дорогой, ты не можешь сейчас, а это сто километров до города, ты не можешь сейчас привезти мне запасные ключи. Собственно, этот друг должен был встать, одеться, потому что он уже крепко спал. Он должен был одеться, поехать домой к этому моему другу, взять у жены ключи от машины запасные, сто километров проехать в аэропорт и дать ключи. И он это сделал без единого слова какой-то обиды или каких-то сожалений. Он это сделал без слова. Он понимал, что в этот момент он должен проявить эту любовь свою именно этим языком. Если бы он это не сделал, я не знаю, как бы мы там сидели до утра или что бы делали, но дружба, она нуждается в знании этого языка. Иногда дети, когда выполняют какое-то задание, они обладают этим языком и понимают, вы любите их, когда вы им поможете. Иногда родители говорят, ты делай это сам, сколько я тебе буду помогать. Если этот маленький человек, школьник, обладает языком времени или языком слов поощрений, вы изучите это. И вы иногда можете совершить этот акт любви совершенно другими действиями. Вы говорите, изучая язык ребенка, ты можешь, я знаю, что ты умничка, и ты это сделаешь. И ребенок расцветает, и сразу начинают у него положительные реакции, он начинает справляться с заданием. Ребенок понимает язык любви поощрения, слова поощрения. Но если ребенок говорит, мама, я не могу, ты мне посиди, пожалуйста, хоть рядом. Ребенок обладает этим языком любви, но это будет другой язык. Этот ребенок хочет помощи вашей. Хотя бы вы слово свое одно сказали, или чуть-чуть ему подержали книжку. И когда вы находитесь рядом, человек этот все делает хорошо и быстро. Он понимает язык любви помощи. Используйте, изучайте этот язык. Это замечательный язык. И последний язык, которым говорит любовь, это прикосновение. Пятый язык любви, это прикосновение к любимому. Этим языком обладают тоже не все стопроцентные люди. Когда человек сам не обладает языком любви прикосновения, он никак не может его подарить. Поэтому получается такая печальная картина. Муж и жена поженились они, живут, вроде бы как счастливый брак. Но когда муж прикасается к жене, она отталкивает и говорит, не трогай меня. Он удивляется, а как так, не трогай? Ты же, я же хочу тебя обнять. Ну, мне неприятно. Что происходит? У мужа язык любви, прикосновение. Жена должна знать об этом. Муж любит, чтобы к нему прикасались. Он хочет, он ожидает. И поэтому он дает вам знать. Он хочет вас обнять, потому что у него это язык любви. Но у вас этого языка нет. Вы его не понимаете. Для вас это иностранный язык. И вы не хотите, чтобы к вам прикасались. И поэтому давайте будем изучать этот язык. Это не значит, что если вы говорите на одном языке, то вы должны всю жизнь говорить на этом языке. Есть возможность изучить еще четыре языка. Изучайте его. Как можно изучить язык? Вот язык прикосновений. Жена не обладает этим языком любви, и она не хочет его поэтому и проявлять. Для нее неприятно, когда к ней прикасаются. И поэтому как можно изучить это? Любя, ты хочешь или не хочешь, должен проявить любовь. И проявляя эту любовь к другому, зная, что мужу очень приятно, когда вы подойдете к нему, например, он сидит, а вы подойдете к нему и проведете руками по его спине. Если он обладает языком любви прикосновения, он мгновенно расслабляется и ожидает следующих прикосновений. Ему очень приятно, когда вы прикасаетесь к нему. Вы делаете вывод. Человек нуждается в прикосновении. И вы проявляете этот язык. Вы его изучая, проявляете, его используете и развиваете. И вы тогда часто это делаете. Желая оказать мужу свое внимание и любовь, вы прикасаетесь к нему. Но муж хочет тоже этот язык проявить. Поэтому или вы потихонечку будете привыкать к этому любви, языку, чтобы он звучал в вашей семье. И вы не будете его отталкивать, потому что он выражает эту любовь именно так. Вы должны приучить себя к тому, что не отталкивая его, а относясь положительно к тому, что он обнимает вас или положит руку свою вам на плечо или на талию, что часто делают мужчины, обладающие языком любви прикосновения. Очень нуждаются в этом языке дети. Особенно маленькие дети. В первый год жизни они нуждаются, чтобы к ним прикасались. Они не говорят об этом, но мы должны знать. Уже изучайте, если вы родители, изучайте язык любви прикосновения. Прикасайтесь к ребёнку, чтобы он чувствовал тепло ваших рук. Нежное, ласковое прикосновение, поглаживание. Когда вы его прижимаете к себе, целуете, он ощущает отношение ваше к нему, и он удовлетворён и спокоен. Маленькие дети лучше развиваются физически и психологически именно на этом уровне, слыша постоянно этот язык любви. Это для них очень важный момент. Подростки где-то к годам десяти теряют нужду в этом языке. И когда вы начинаете точно так же поглаживать, прикасаться к 11-12-летнему мальчику, мальчик тогда заявляет, мама, не надо, я уже большой, не целуй меня. Они теряют этот язык, они не нуждаются в нём. И вы должны заранее знать. Если этот мальчик с удовольствием вас обнимал, и он обычно, дети проявляют этот язык любви, они хотят обнять и поцеловать, когда они маленькие, то подростки этого категорически не делают. Они не приемлют этот язык. Но вы разговариваете на пяти языках, а не на одном. И вы привыкли своего мальчика только целовать, только прикасаться к нему. Вы должны знать. У вас есть ещё четыре языка, которым вы можете поддерживать контакт с подростком. Но не прикасайтесь к нему, не проявляйте этот язык любви. Ребёнок будет огорчён. Он будет считать, что его считают маленьким, потому что раньше его целовали, и сейчас его целуют. Этот язык возвратится в ваши отношения, но тогда, когда этому мальчику исполнится 17-18 лет. Он будет сам подходить к вам и изучать этот язык. Он будет подходить к маме и говорить, мамочка, я ухожу. Целует вас в чёчку и уходит. То есть в нём начинает проявляться сам язык этот. И если вы его обнимете и поцелуете, он будет очень доволен. А период от 13-12 лет до 17-ти не надо проявлять этот язык тем подросткам, которые категорически не понимают этого языка любви и не приемлют. Не делайте их агрессивными. Если вы будете настоятельно проявлять этот язык, они будут отдаляться от вас и пытаться избежать отношений каких-то близких с вами, родителями своими. Итак, изучайте языки. Сегодня нужно нам поставить вопрос и так, знаю я язык, на котором говорит моя супруга. Узнавайте эти языки, чтобы ваше сердце не оказалось пустым. Вы хотите проявить язык любви, вас не понимают. Или к вам проявляют, каким-то языком с вами разговаривают, на каком-то языке хотят вам проявить свою любовь, и вы его не понимаете. Оказывается, этих языков пять, и нужно их всех знать и изучать. А каким языком владеет, на каком разговаривает ваша супруга или ваш муж? Каким языком владеете вы? Может быть, вам стоит сегодня в течение этой короткой передачи задуматься над вопросом, «А каким языком обладаю я?» заметил ли я, изучил ли я язык любви моего ребенка, моего подростка, моей девочки? Или я даже не знаю ни одного языка любви, и я замкнулся в себе, и, возможно, не разговариваю ни на одном из них. Дорогие друзья, изучайте языки любви. Вы будете счастливы, и вы подарите счастье это другим. Это необходимо знать. Вы никогда не произнесете фразы «Мой муж меня не понимает» или «Я не понимаю своей супруги». Что она еще хочет? Вы будете понимать друг друга, вы будете говорить одним языком, вы будете понимать друг друга. И помните, что язык любви – это не проявление какого-то одного действия, а их может быть. Вы можете владеть несколькими языками, вы можете уделять время, вы можете говорить слова поощрения, но если вы изучаете эти языки любви, вы можете обнаружить, «Моя супруга не знает этого языка любви, она его не приемлет». Может быть, вы попытаетесь изучить этот язык и помочь супруге обучиться, но если это не получается, не настаивайте. Все будет в порядке. Вы разговариваете на одном языке, и самое главное – выберите тот язык, на котором вы понимаете друг друга. Любовь будет возрастать, она будет совершенствоваться, расти каждый день. Вы сделаете любовь необыкновенно яркой и красивой, когда вы изучите все пять языков. Знание этих языков поможет вам и вашей супруге, вашим детям говорить на одном языке. Вы будете понимать друг друга, вы будете любить друг друга и уметь выражать эту любовь. Сегодня я хочу пожелать вам, чтобы ваша любовь была совершенной, чтобы проявление вашей любви было со всех пяти языков, чтобы вы чувствовали, что вас любят. И, пожалуйста, постарайтесь выразить свою любовь хотя бы каким-нибудь языком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok